5 ноября гражданам Республики Молдова предстоит избрать примаров и местных советников. За организацию и приведение всеобщих местных выборов ответственна Центральная избирательная комиссия Республики Молдова. Сегодня мы будем беседовать с заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Молдовы Павлом Постико. Господин Постико, здравствуйте. Здравствуйте. Молдова готовится к всеобщим местным выборам. Скажите, на какой стадии эта подготовка и решением каких задач вы сегодня заняты с коллегами? Ну, сейчас последний этап перед формированием окружных избирательных советов. И таким образом, возможно, завтра уже мы будем принимать решения по составу этих советов. И таким образом, окружные советы районного уровня будут сформированы и будут действительны и смогут уже, фактически, начиная с понедельника вторника, принимать заявление о регистрации кандидатов на должности местных советников второго уровня. И также после этого уже эти окружные избирательные советы должны составить окружные советы первого уровня, то есть сельского уровня, городского уровня. И впоследствии они будут регистрировать, принимать заявление о регистрации кандидатов в эти местные населенные пункты. С нашей точки зрения процесс в принципе проходит согласно тому календарю, который приняла Центральная избирательная комиссия. Для удобства всех избирателей, как же и возможных кандидатов этот календарь уникал на сайте Центральной избирательной комиссии. И все те, кто заинтересован избирательным процессом, непосредственно с точки зрения, наверное, включения в избирательную кампанию, могут ознакомиться с теми сроками, когда, как и каким образом подаются документы. Если говорить о втором уровне районных и муниципальных, то есть Кишинево-Бельце, то подача документов начнется с 19 сентября. Если говорить о первом уровне, о селах, других городах, то подача документов начнется с 26 сентября. — Эти выборы пройдут с учетом изменений, внесенных в избирательный кодекс. Скажите, какая ответственность лежит на всех тех людях, которые ответственны за процесс организации выборов и их проведения? — Во-первых, наверное, нужно уточнить тот факт, что да, законодательство новое. Немаловажно ответить, что впервые, наверное, законодательно уточнено, что выборы в местную публичную администрацию проходят согласно установленному календарю. То есть либо последнее воскресенье октября, либо первое воскресенье ноября. Перед нами всеми сотрудниками избирательных органов состоит задача в том, чтобы обеспечить свободный доступ всем тем, кто захочет зарегистрироваться в качестве кандидата. Наверное, немаловажно уточнить тот факт, что согласно новым положениям кодекса о выборах независимые кандидаты смогут легче подключиться в избирательную кампанию. Им нужно будет меньше подписей собирать, не 5%, а 1% только от числа избирателей, проживающих. Также легче будет, наверное, и кандидатам, потому что они могут... То есть каждый гражданин Республики Молнова, имеющий право голоса, он может поддерживать подписью не только одного кандидата, а двоих, трех. Потому что в некоторых случаях было такое, что были повторяющиеся подписи, из-за чего некоторые из кандидатов не могли быть зарегистрированы. То есть исходя из вот этих новых введений, мы упростили процедуру регистрации кандидатов. Как Вы информируете об этих новшествах населения, кроме как через средства массовой информации? Какие методы применяете? По большому счету Центральная избирательная комиссия организовала тоже информационную кампанию. Мы встречались с представителями всех населенных пунктов Республики Молдова. Эта кампания была проведена по всей Республике Молдова. Она началась еще в мае месяце, и только недавно, в августе, она закончилась. Мы имели возможность приходить в каждый районный совет, встречаться там с представителями всех местных публичных администраций, объясняли им новые положения Кодекса о выборах, объясняли им те новшества, которые есть, какие задачи стоят перед местной публичной администрацией, какие задачи стоят перед возможными кандидатами. И таким образом, я думаю, что мы ответили на все те вопросы, которые были у тех, кто участвовал в этих беседах. Также мы старались проводить информационную кампанию, то есть все те новые введения, которые были до того, как они или истек, или истекает срок применения каких-либо норм, мы теми способами, которые есть у нас на официальном сайте, на официальной странице в Фейсбуке, мы уведомляли всех заинтересованных лиц заранее, в истечении этих сроков, для того, чтобы люди или заинтересованные лица смогли ознакомиться и успеть принять те решения, которые должны были быть приняты. Господин Пастик, а я бы хотела, чтобы мы чуть подробнее остановились на некоторых изменениях, внесенных в избирательный кодекс. И если раньше кандидаты имели право приступить к агитации с момента их регистрации, то теперь такой общий старт за 30 дней до дня выборов будут иметь право кандидаты начинать свою агитационную кампанию. Это уравнивает их права, конечно же. И как вы будете отслеживать нарушения, если вдруг кто-то решит начать агитацию ранее, чем указан срок в избирательном кодексе? В принципе, у нас уже были заявления на начало предвыборной кампании до установленного срока. Мы уже санкционировали, причем, партию власти за начало, скажем так, избирательной кампании, раньше положенного. И после этого немного пыл утихомирился у других возможных нарушителей. Но главная проблема, которая есть сейчас, это трактовка положения закона о рекламе, потому что нельзя запретить политическим партиям продвигать свою рекламу или свои интересы в любое время года. Поэтому мы в нашем регламенте, который установлен в Центральной избирательной комиссии, мы запретили проведение совместной или в одно и то же время предвыборной агитации и политической рекламы. То есть получается, что вот с 6 октября, когда начнется официальный день, когда можно будет делать агитацию на выборах для всех кандидатов, будет запрещена политическая реклама. Но до 6 октября политическая реклама запрещена, и поэтому многие политические партии используют вот эту возможность перед стартами избирательной кампании, естественно. Они активизируются, больше встреч проводят, и иногда очень трудно делать, скажем так, распределение, где агитация, где политическая реклама. Но мы стараемся всегда на это реагировать и каким-либо образом останавливать те инициативы, в которых видно предвыборная агитация уже. Многие политики активно используют социальные сети, и вот тут как раз тот же самый вопрос, где агитация, а где нет. Как рассматриваете посты, допустим, в Facebook, является ли это агитацией, на ваш взгляд? Либо вы должны анализировать содержание каждого сообщения? Да, в принципе, да. Мы даже когда принимали те решения, в которых говорилось, что это элементы предвыборной агитации в отношении партии во власти, в отношении примарии муниципи Кишина, то есть мы рассматривали все то, что там было описано, все тексты, и исходя из тех текстов, смотрели, если использовались слова как кандидат на выборах, то есть это уже явный посыл и месседж избирателю. Может быть, они не говорят, выбери меня, поддержи меня, но если совместно с кандидатом, поддержи меня, то есть опять же, мы исходили из того, что это возможный посыл для избирательной агитации. Если же они просто говорили о том, что сделали, говорили о тех целях, которые у них на будущее, не говоря о конкретных выборах, тогда это было расценено как политическая реклама, не как агитация. В случае, если доказано, что это агитация, которая в этот момент невозможно и запрещена законом, какие санкции будут применены? Ну, в принципе, санкции, которые мы уже применяли, мы выносили предупреждение партиям, но кроме этого мы обязывали их, вернее, не то, что обязывали, а запрещали им использовать те материалы, в которых существуют элементы предвыборной агитации и не распространяют их в дальнейшем. Поэтому, наверное, это были самые болезненные, потому что на эти материалы были использованы финансовые средства, они должны были прекращать их использовать и прекращают. Был снижен возраст кандидатов на пост примара с 25 до 23 лет. Как Вы считаете, список кандидатов в целом по республике изменится? И будут ли там большей частью молодые люди? Если Вы позволите, я, наверное, начну с того, что сегодня мы отмечаем Международный день демократии. В этом году он проходит под лозунгом вовлечения молодежи. И, наверное, это будет очень хорошая возможность посмотреть, насколько снижение вот этого возраста на два года позволит больше молодежи вовлекаться в процесс принятия решений, в том числе в администрацию, в местную публичную администрацию. И, наверное, после выборов мы сможем сделать какие-либо подсчеты и посмотреть, насколько это повлияло. Но не в последнюю очередь мы должны исходить из того, что согласно всем международным стандартам вовлечение, инклюзивность в выборах должна иметь обширный характер. Поэтому я расцениваю вот это снижение только с положительной точки зрения. И надеюсь, что это поможет больше молодежи вовлекаться в процесс принятия решений на государственном уровне. Кроме снижения возраста для кандидатов на пост примара, если я не ошибаюсь, есть еще и требования касательно соблюдения гендерного баланса. Да. Что тут можно сказать? И удастся ли все-таки соблюсти этот баланс? Я надеюсь, что да, партии и избирательные блоки смогут выполнить те положения закона. Мы должны исходить из того, что раньше такие же положения были, но тогда порог был немного ниже. На каждые 10 человек по спискам нужно было как минимум 3 или мужчин, или женщин. Сейчас этот порог немного повышен. На каждые 10 человек нужно будет 4 человека, или женщин, или мужчин. И если они не смогут, партии и избирательные блоки, если они не смогут установить этот порог и соблюсти эти положения законодательства, тогда это может обернуться им исключением полного списка. Поэтому они должны искать, должны агитировать, должны составлять списки, строго исходя из тех положений закона, о которых мы говорили. То есть 4 из 10. Это довольно-таки серьезные требования на сегодняшний день. Но позволит ли это немного переформатировать наше общество? Я думаю, да. Сейчас Республика Молдова, исходя из различных статистик, в том числе, которые делает Центральная избирательная комиссия по гендерному равенству в рамках местных советников, к примеру, мы достаточно хорошо поднялись после того, как на первом этапе было 3 из 10. И я думаю, что сейчас, когда будет 4 из 10, партии имели достаточно времени подготовиться к этому. И надеюсь, что это приведет к тому, что инклюзивность процесса принятия решений будет больше. Ну, хотим мы того или нет, но демографическая статистика Республики Молдова говорит, что более-менее примерно 50 на 50 мужчин и женщин почему не обеспечить равные как минимум или возможности и мужчинам и женщинам участвовать в избирательном процессе. То есть я на это тоже смотрю только с положительной точки зрения и надеюсь, что партии преодолеют этот барьер в 40%. Господин Пастико, у конкурентов на выборах на этот раз не будет наблюдателей. В связи с чем была принята эта поправка? Формально, да, статуса наблюдателя у конкурентов на выборах не будет, потому как права наблюдателей будет исполнять их законный представитель. Потому что до этого конкуренты должны были иметь двух людей, то есть законного представителя и наблюдателя. Каждый имел отдельные права. И получалось, что у партии было необходимость больше людей для того, чтобы обеспечить себе достаточно хорошую документацию о тех фактах или нарушениях. То есть наблюдатель, к примеру, имеет доступ ко всем спискам избирателей, а представитель имеет право подать жалобу. Поэтому получалась такая ситуация иногда, что не имеешь наблюдателя, ты, к примеру, не имеешь доступ ко всем материалам избирательного процесса, таким образом не можешь подать жалобу. Или наоборот, нужно было сначала, чтобы наблюдатель пришел, ознакомился с материалами, дал законному представителю возможные нарушения, и уже после этого, чтобы он составил жалобу. Мы унифицировали, и таким образом у них будет возможность смотреть, ознакомляться со всеми материалами избирательного процесса, списками избирателей, заявлениями, материалами, которые предоставляются при регистрации кандидатов, и тем же возможным списком кандидатов. И без другого присутствия или другой помощи составлять возможные контестации о возможных нарушениях. То есть, в принципе, после того, как мы немного более детально, потому что на первых этапах все это приняли, а вот у кандидатов не будет наблюдателей. Нет, они будут просто называться по-другому, и у них больше будет прав и полномочий. Спасибо за пояснение. Господин Пастико, исходя из опыта предыдущих выборов, всеобщих местных выборов, в целом, как они проходят в Молдове, и много ли нарушений регистрируется? Ну, технически у нас, к моему личному сожалению, есть такая практика и тенденция, что после того, как заканчиваются выборы, все говорят, что выборы прошли с нарушениями, хотя те нарушения, которые они указывают, обычно проходят в избирательный период, и тогда никто не жалуется. Потому что, по сути, наверное, все допускают какие-либо нарушения. И только после выборов у нас получается достаточно большое количество заявлений о нарушениях. Но я думаю, что мы сможем обеспечить равные права для всех кандидатов. Мы, надеюсь, мы, когда я говорю «мы», это я говорю о представителях избирательных органов, мы постараемся принимать такие решения, которые будут в строгом соответствии с законодательством. Но если будут случаи, когда кто-либо из заинтересованных лиц или любые граждане подумают или воспримут это решение, которое принимают избирательные органы, что не будут согласны, или думают, что они не соответствуют законодательству, они будут иметь полное право их опротестовать в судебных инстанциях. Должен отметить одну важную виталь, потому что тоже очень много об этом говорили. Впервые на этих выборах признание легитимности выборов и признание мандатов будет в компетенции избирательных органов. И только те, кто будут не согласны с решениями, которые будут принимать избирательные органы, будут обращаться в суд. То есть технически, к примеру, на последних выборах 2019 года у нас было около 60 заявлений о пересчете голосов. Для чего нужно было обращаться в суд, то есть несогласных с решениями избирательных органов. Это из 898 окружных избирательных советов первого уровня. То есть около, скажем так, процента, чуть меньше одного процента. Поэтому нет смысла нагружать или загружать в судебные инстанции со всеми 899, к примеру, решений, к которым, к примеру, никто не имеет никаких претензий. Но в случае, если будет необходимость обращения в судебную инстанцию, такое право, оно сохраняется, да? Никто судебные инстанции из процесса проверки легитимности любого решения, любого окружного избирательного совета или центральной избирательной комиссии не аннулировал. То есть все те, кто считают незаконными или не согласятся с решениями каких-либо избирательных органов, они вправе протестовать это решение в судебном порядке. Что касается окружного избирательного совета по ГГУЗИ, необходимо обратить внимание, что он составляется в тех же временным рамках, о которых я говорил. Мы должны принять решение о численном составе этого совета. И уже с 19-го начнется, вернее, они не принимают заявление по регистрации кандидатов, потому как в ГГУЗИ нет районных советов, но они на следующей неделе будут заниматься вопросом о составлении и подборе членов на местные и окружные избирательные советы, то есть сельского и городского уровня. Важное, наверное, замечание касаемо ГГУЗИ впервые в кодексе выборов Республики Молдова внесены положения о месте и полномочий цикла ГГУЗИ. Мы разделили и уточнили, что на постоянной основе всегда будут работать председатель и секретарь Центрального избирательного комитета, прошу прощения, ГГУЗИ. И дополнение членами для региональных выборов идет согласно положениям нормативных актов ГГУЗИ. И когда речь идет о национальных выборах, дополнение членами цикла идет непосредственно в соответствии с кодексом о выборах Республики Молдова. То есть партии, которые представлены в парламенте Республики Молдова, номинируют судебные инстанции и местная публичная администрация. Впервые, опять же, в кодексе о выборах прописан тот факт, что избирательные бюллетени могут печататься не только на государственном языке, но и на языках меньшинств, которые компактно проживают на территории избирательного участка. Поэтому инициатива, на каком языке будут составлены и напечатаны избирательные бюллетени, будут приходить непосредственно из участковых избирательных комиссий, которые знают, какие люди, каких меньшинств проживают, и, возможно, будет печатать бюллетени на гагузском, на болгарском, на украинском, на русском языке. Поэтому мы подготовились к этому и надеемся, что и таким образом поспособствуем инклюзивности в выборах по Республике Молдова. Тут тоже наверняка есть определенные сроки, чтобы вы могли подготовить к печати эти бюллетени. Ну, в принципе, да, но это общие сроки, которые предусмотрены законодательством. Главное, нужно обратить внимание на тот факт, что вся инициатива приходит из участковых избирательных советов. То есть то, что они нам предлагают, таким образом мы будем печатать. То есть макеты мы составили, мы их перевели уже, то есть мы только внесем имена или названия партии. Поэтому это не такой трудный процесс. Потребуется немного перевода, но я думаю, что мы справимся и с этой задачей. Скажите, в полной ли мере будет обеспечен доступ к избирательным участкам для лиц с ограниченными возможностями? Опять же, это вопрос инклюзивности. К сожалению, мы должны исходить из того, что мы используем для открытия участковых избирательных советов комиссий в большинстве своем здания или институции, которые в общем в государственной собственности, то есть школы, детские сады, дома культуры. И поэтому мы всегда настаивали на том, чтобы местная публичная администрация обращала внимание на подготовку этих мест для того, чтобы люди с ограниченными возможностями смогли добраться самостоятельно, без посторонней помощи к данным институциям. И очень важно, что это должно быть обеспечено только в день выборов. Это должно быть всегда, потому что доступ должен быть всегда. Я могу сказать о том, что по нашим совместным подсчетам с неправительственными организациями ситуация понемногу меняется к лучшему. То есть местная публичная администрация пытается делать ремонтные работы таким образом, чтобы эти места были более доступными. Но я думаю, что у нас еще есть впереди долга до того, чтобы много необходимых действий сделать для того, чтобы обеспечить полную инклюзивность этих зданий. Что касается в самом участковом бюро, то мы имеем специальные кабинки для лиц с ограниченными возможностями. специальные увеличивающие устройства лупы для того, чтобы можно было более внимательно посмотреть в некоторых избирательных участках, где это будет необходимо. И опять же, если от этого будут сообщения от участковых избирательных комиссий, постараемся и методом правила трафареты составить таким, чтобы можно было сделать более инклюзивным процесс выборов. Но я думаю, что только общими усилиями всех тех, кто вовлечен в избирательный процесс, не только избирательные органы, каждый избиратель, каждая политическая партия, конкурент на выборах, они должны способствовать, я обращаю внимание, и на такие детали, как инклюзивность. Скажите, Центральная избирательная комиссия Молдовы уже регистрирует заявления от организаций, которые намерены наблюдать за ходом выборов? Да, да. У нас уже порядка на сегодняшний день около 80 наблюдателей от различных институтов. Есть и местные наблюдатели, есть также международные наблюдатели. Примерно буквально на днях мы получили уведомление о том, что в Молдову приедет и миссия по наблюдению от ОБСЕ в ДИПЧ. То, что мы очень просили для того, чтобы и они посмотрели за ходом выборов, за ходом внедрения нового кодекса выборов и таким образом способствовать транспаренции избирательного процесса в Республике Молдово. Как правило, все организации, которые наблюдают за ходом голосования, после уже делают свои заключения, они носят, наверное, рекомендательный характер. Как Центральная избирательная комиссия изучает эти анализы и принимает ли что-либо к сведению? Естественно, исходя из рекомендаций наблюдательных миссий, как национальных, так и международных, мы и делали вот эти изменения в кодексе выборов. Потому что одним из условий приближения к Европейскому Союзу является изменение избирательного законодательства в соответствии с рекомендациями ОБСЕ в Диджу и Венецианской комиссии и организация выборов в соответствии с этими рекомендациями. Поэтому мы постарались принять во внимание практически все те рекомендации, которые были. Естественно, были рекомендации, которые парламент отклонил. Но я надеюсь, что они не повлияют на сам процесс выборов и на возможные нарушения каких-либо прав. Хотя я могу привести пример. Коллеги из Венецианской комиссии или ОБСЕ, ОБДИЧ, они были против того, чтобы кандидаты в мэры, к примеру, имели хотя бы среднее образование. То есть они считали, что никакого образования, в принципе, не должно быть. Хотя мы настояли на том, и парламент настоял на том, что как минимум не средний, а гимназий должен быть. Потому что примар отвечает за все то, что происходит в населенном пункте. Он должен иметь хотя бы какой-либо минимум знаний. И поэтому, к примеру, такую рекомендацию отклонили. Так чтобы было понятно, что к примеру. И касаемо президента, был установлен порог о высшем образовании. Тоже были критики со стороны Венецианской комиссии. Их тоже отклонили. Что бы Вы хотели сказать гражданам Молдовы? Какой месседж у Вас есть для них? Ну, главный, наверное, месседж, исходя из того праздника, который сегодня есть, Международный день демократии, и исходя из того, что в скором будущем у нас будут местные выборы, я думаю, очень важно сообщить о том, что участие в демократических процессах, оно очень важно. Каждый гражданин Республики Молыго, который имеет право голоса, должен информироваться обо всех кандидатах. Он должен знать и как минимум ознакомиться со всеми кандидатами, с теми проектами или платформами, которые они продвигают. И, наверное, исключить из избирательного процесса те плохие тенденции, которые были на предыдущих выборах различного уровня. Я говорю о тех плохих случаях подвоза избирателей, не поддаваться на это, на подкуп избирателей, не поддаваться на это, на незаконное финансирование избирательных компаний, не поддаваться на это. И только таким образом мы сможем обеспечить корректный, инклюзивный и свободный процесс выборов. Господин Постека, я вас благодарю за это интервью. Уважаемые телезрители, мы благодарим вас за внимание. Желаем вам всего доброго и оставайтесь с каналом ГРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова